Это очень меркантильная песня. Девушка просит купить колечко, сводить её в кино и намекает, что у неё красивые запястья, на которых не хватает украшений. Вот такой смысл моей песни. Каника Капур – одна из самых популярных певиц Индии. Она уже получила награду как лучший исполнитель песен в фильмах. Но для такого успешного артиста это только начало. Я начинала свою карьеру в 12 лет. В то время я выступала на радио в городе Лахнау. Это мой родной город. Я там родилась и выросла в большой дружной семье. После этого я делала всё возможное для того, чтобы стать настоящим артистом. Я думаю, я почувствовала себя настоящей звездой в 12-13 лет, когда я выиграла школьное соревнование, в котором принимало участие примерно 16 школ. И оно называлось «Перекрёстки». Я победила в сольной номинации. И тогда я поняла, что было лучше среди всех участников из всех школ. Я выступала перед довольно большой аудиторией и победила. В тот момент я осознала, что я хочу развиваться и стать профессиональной певицей. Моя семья очень радовалась за меня, когда вышла моя первая песня. Они не думали, что всё будет настолько серьёзно. Мою песню можно было бесплатно скачать на Ютубе, и она стала очень популярной в течение нескольких месяцев. За неё я даже получила азиатскую British Awards. На самом деле, «Джугин-Джи» — это очень старая песня. Её исполняли многие люди, но у меня был свой взгляд на эту песню. Мы работали над этой песней вместе с британским рэпером Литл Локс, и мне кажется, он отлично справился со своей задачей. Продюсером песни стал известный продюсер из Англии. Всё было очень просто. Затем мы сняли качественное видео на эту песню. Всё прошло быстро и относительно дёшево. И вот моя песня уже в эфире. Не было никакого пиара или рекламы, не было ничего. Я верю, что это было благословение, которое дало мне возможность стать популярной в такой короткий срок. Это дало мне возможность построить карьеру и стать экономически независимой, и обеспечить моих детей. Я стала более уверенной, получила много любви и уважения. Чего ещё мне можно желать? Эта одна песня полностью изменила мою жизнь. Почти год спустя мне позвонил кто-то из Болливуда. Это был представитель продюсера Икта Капул. Они хотели использовать мой голос и песню в одном из фильмов. На самом деле они сказали, что хотят всего лишь попробовать. И услышали мой голос на Ютубе. Вот так всё началось. Я поехала в Бомбей и записала там песню «Бэйби Долл». Она вышла спустя примерно шесть месяцев. Она изменила мою жизнь. После этого я выпускала одну песню за другой. Почти каждый индус в восторге от фильмов, которые снимают в Болливуде и от музыки. Мы выросли на этой музыке. Лично я слышу разную музыку, и я исполняю разные песни. Они заставляют людей танцевать и веселиться. Я часто получаю сообщения от фанатов в Фейсбуке и других социальных сетях. Они пишут, что мои песни вызывают радость, и от них хочется танцевать и петь. И мне приятно слышать, что я дарю людям счастье и радость. Я думаю, что меня видят больше в качестве исполнительницы суфийского фолка или панджаби. Но дело в том, что я даже не говорю на языке панджаби. Я пою на разных языках. Недавно я записала песню на бенгальском языке. В Индии используется очень много разных языков. Это часть нашей богатой культуры и истории. Я также записала песни на языке телугу. Это язык южной части страны. Также на бенгальском, педжабе, хинди. Я исполняю очень разные песни. Часто, когда я исполняю определенную песню, люди начинают думать, что я пою только такие песни. Но на самом деле я часто меняю жанры. На данный момент я стараюсь диверсифицировать свою деятельность. И, к счастью, у меня это хорошо получается. Я пока мало исполняла песен на своем родном языке, на хинди. Я написала несколько песен на хинди. Это красивые песни о любви. Я написала песню «Бэйти» для благотворительного проекта «Божье дитя». И тема песни соответствующая. В видео я появляюсь вместе с другими исполнителями, и оно выйдет уже очень скоро. Я думаю, вы увидите его во всех социальных сетях. Это песня о девочке, о чьей-то дочке, которая имеет сильный характер и мечтает стать звездой. Это песня о детях Индии, которые буквально живут в аду. Особенно это касается девочек. Это очень актуальная проблема. И наш долг – помогать таким детям и привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы люди уважали права детей, и текущая ситуация изменилась к лучшему. Я уверена, что так и будет. Мне грустно, что я как артист не могу пересекать границу и проводить концерты, чтобы поделиться позитивом и любовью. Но сейчас все именно так. И я не могу на это повлиять или комментировать этот вопрос. Это очень деликатная и глубокая тема. Индия и Пакистан – это одно целое, но в то же время две разные страны. Я бывала в Пакистане и получила самые положительные эмоции от этой поездки. Меня встречали прекрасные фанаты. И моя первая песня – это на самом деле пакистанская песня. Я люблю эту страну и людей, которые там живут. Это никак не связано с политикой, только с музыкой. Я думаю, у нас есть связь. Мы любим их, а они любят нас. В cameras. Я люблю ее. Ост Vikings Бан 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 Пока. Бан 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 Продолжение следует...